Встреча прошла в канун Российского дня парламентаризма. Именно поэтому ее участники вспомнили времена 24-летней давности. Основная заслуга Первой Думы перестроечного периода – создание правовых документов региона, в том числе главного из них – Устава Читинской области. Эту работу наши парламентарии сделали раньше и лучше, чем в некоторых других регионах страны. С 1990 года цены почти в 1600 раз рухнули. В 1600 раз. Кстати, у нас ситуация была крайне сложная в тот период времени. Я имею в виду в Забайкальском крае по сравнению с другой частью России. Нестабильность, резкое ухудшение социальной обстановки, отсутствие опыта работы никакой, потому что органы государственной власти менялись и так далее. Не случайно депутаты законодательного собрания Забайкальского края сегодня разместились в необычном для себя месте. Там, где на сессиях, как правило, сидят приглашенные лица. Можно сказать, насиженные депутатские кресла сегодня заняли представители СМИ. В день парламентаризма в законодательном собрании решили устроить прием журналистов, чтобы обменяться информацией, выверить векторы совместной работы и, конечно, ответить на вопросы. Один из них – успеет ли нынешний состав собрания поработать над революционным постановлением Совета Федерации, которое было выработано в результате кропотливой совместной работы правительства и парламентариев во время проведения Дней Забайкальского края в Верхней Палате парламента страны. Вот эти предложения, мы над ними начали работать. Комитеты профильные уже занимаются вопросами вместе с профильными министерствами. Я надеюсь, что мы в составе этого созыва успеем сформировать вот эти законопроекты и с предложениями выйдем. Поэтому работаем. Вы об этом узнаете. Я думаю, что одни из первых. 9 сентября 2018 года мы будем выбирать новый парламент нашего края. И после них средства массовой информации будут вновь выстраивать отношения с новым составом законодательного органа. Главная задача, в которых довести до избирателей суть работы выбранных ими представителей. А в нынешнем втором созыве, который длился пять лет, было очень много задач и много решений. Это и работа с общественными институтами, и приведение в соответствии с федеральными региональных законов. Это поддержка важных секторов экономики края, крупных и мелких предприятий региона, изучение проблемных вопросов и, конечно, работа с избирателями. Что же касается средств массовой информации, которые освещали эту деятельность, то сегодня их поблагодарили за совместную работу, отметив парламентских корреспондентов почетными грамотами и благодарственными письмами. А также в канун предстоящих выборов пригласили поучаствовать в них в роли кандидатов. Действующий депутат законодательного собрания второго созыва, генеральный директор телекомпании «Альтес» Карина Конунникова пригласила всех в канун Дня Победы принять участие в благотворителем телемарафоне «321-я Сибирская», который пройдет на нашем канале 4 мая с 10 до 20 часов. У нас целый день телемарафон в прямом эфире, телемосты с нашими коллегами из Иркутска и Улан-Удэ. Идут рекламные ролики, будет рекламное поле, можно будет деньги перечислить разными возможными, доступными в наше время способами. Это второй народный проект, который снимается на народные деньги, посвященный исторической теме. Для нас он интересен тем, что там есть наши земляки. Анжелика Гришина, Дмитрий Пенигин. Время новостей.